Всем здрасьте, меня зовут Сергей. Во-первых, что я хочу сказать. Мне очень-очень приятно видеть столь много девушек в этом зале. Это очень необычно для девелокерских этапов. Я девелокер. Я буду ходить на дознание. В общем, что мы придумали? Нам надо было заменить дырку в нашем расписании, и мы придумали такую импровизированную панель, в которой будут находиться дизайнеры и я. Я готов задавать вопросы, я их придумал, и кто-то еще прислал их через фейсблорушку. Когда я смотрю на свой iPad, я не читаю в Facebook, я читаю вопросы. У нас пока двое, да? Но нам еще сейчас присоединится Илья Куфальский и Рас Кубак. Ну, на самом деле, начните с того, что вы расскажете, что вы занимаетесь. Хотелось? Я же это сказал. Я вот садок распирался. Меня зовут Игорь. Я занимаюсь проектированием интерфейсов, веб-интерфейсов и iCross-приложений. Я занимаюсь дизайном мобильных приложений, веб-приложений. Сейчас в это время занимаюсь дизайном лейдинг-пэйджей отдельно, скажем так. Меня зовут Тарас, я занимаюсь дизайном мобильных приложений, дизайном сайтов, дизайном лейдинг-пэйджей. Меня зовут Илья Куфальский, я занимаюсь. На самом деле, наверное, стоит сказать, что я преподаю в Британской высшей школе дизайна. Здесь, потому что дизайн-эвент. Я, да, я занимаюсь дизайном, но немного с другой стороны. Технической. Круто. Я, наверное, начну, не знаю, с самого провокационного вопроса, который пришел через Facebook. Чем пиздить дизайнеров, чтобы они работали эффективнее лучше? Я думаю, частично. Пусть ответили в презентации про фриланс, но как ты себя мотивируешь? И как тебя мотивируют другие, я, конечно, не факт, как думаете, что тебе важно, это какая-то сущая. Ну, конкретно меня мотивирует просто интересная работа. То есть, к примеру, когда у нас в нашем проекте долго занимались предложениями, мне было очень интересно, когда мы включились на iPad-приложения. То есть, новая работа, новое предложение — это было очень круто. Ну вот, и вообще меня вдохновляют профессионалы, которые занимаются дизайном уже давно, скажем так. То есть, слежу за чужими работами. Я скажу такую вещь. На самом деле, что является конечным продуктом дизайна? В моем понимании, ну, не картинка портфолио и не там на дрибре или где-то еще на дикансе этот продукт дизайнера. Ну, я очень долго фрилансил один и с этим покончил какое-то время назад, потому что у фрилансеров была презентация в игре. И там были минусы всякие. Ну, в моем понимании, самый большой минус фрилансера — это то, что ты не видишь конечного продукта. Ты нарисовал картинку, она ушла к какому-то фронтенду, она ушла к разработчикам, с ней что-то произошло или не произошло вообще, продукт может не выйти или выйти в каком-то непонятном совершенно виде. И, ну, конечная цель не достигнута, в моем понимании. То есть, люди этим либо не пользуются, либо они вообще не пользуются, потому что нечем пользоваться, либо пользуются не тем, что ты думал. И, ну, меня мотивирует то, что люди пользуются тем, что я делаю. Не всегда получается, но, как бы, это самое главное, что кто-то пользуется результатами твоего труда и улучшает, там, свою жизнь, там, лепить свои процессы, там, улучшает с помощью этого. Это самое главное. Если кто-то пользуется, там, твоим приложением, ты это видишь просто, там, едешь где-нибудь, смотришь, кто-то пользуется. Это самая большая награда. А картинка, лайки, там, всякие, обрешейшины, бехансы, там, и вся эта ерунда, это все, ну, как бы, на самом деле, неважно. Вот и все. Прошла? Чем? Чем? Нет, ничего. Блин, надо иконочку нарисовать. А есть что-нибудь? Шучу. На самом деле, такой вопрос философский, на самом деле, ну, почему, почему я этим занимаюсь? Потому что мне это интересно. Ну, все. То есть мне это интересно, мне это получается. Если получается, становится еще интереснее, если еще за это доплачиваю, так это вообще отлично. Ну, то есть, вот, у меня такой, я выбрал этот путь, я там, с детства рисовал на карте, и узнал, что, ой, на карте, на парте в школе. Вот. И, там, художника слова худо по голове получил от учительницы четвертого класса. Ну, вот. Ну, и, в общем-то, по жизни я этим занимаюсь. Вот и все. Лайки, конечно, хорошо. Ну, вот. Все мы делаем ради лайков, на самом деле. Я думаю, вы поняли. Висущих высказываний. Я, на самом деле, хочу сказать, что не надо никого пиздить. Мы же мирные люди. Довольно-таки образованные, я надеюсь. Работы хватает. Можно продавать айфоны на онлайнере. Можно заниматься чем-нибудь другим. Если вы не хотите заниматься этим, если вы просираете сроки и делаете что-то не так, то есть у вас не получается. Продавайте айфоны. Там тоже можно зарабатывать. Есть другие вещи, на которые можно зарабатывать деньги. То есть, на самом деле, у меня позиция, что я не работаю. То есть, я занимаюсь огромным количеством вещей в разных компаниях, с разными людьми, но я все равно считаю, что я не работаю. Я ни одного дня в своей жизни не работал. Ну, не считая, то есть, когда я не работал в серии IT, да, в страшных времен. Вот, я считаю, что должна быть страсть. Страсть к тому, что ты делаешь. Я, на самом деле, начал заменчать, что я работаю везде. Я работаю, когда я еду в метро с работы, в автобусе. Эти 10 минут я стараюсь не терять. И, в принципе, что советую делать вам. То есть, это время может складываться в года, через некоторое количество лет, в принципе. это такое. Поэтому, действительно, если вы чувствуете, что вам нужно давать 5 дюлей, то, пожалуйста, занимайтесь чем-то другим. И дайте нам спокойно дышать. Вот, Илья, я знаю, ты занимаешься, как бы, open-source. И ты все-таки на стыке дизайна, технологий и еще что-то. Ну, как бы, всего вместе. И сейчас вообще этот тренд, он переходит вот в эту больше область и контекст. А ты думаешь, вообще, для всех вопрос, open-source дизайн возможно, либо нет? Либо это слишком что-то уникальное и специфическое? Вот, очень хороший вопрос. На самом деле, open-source существует не только для кода. Он действительно существует для дизайна. Есть огромное количество вещей, как можно повысить свою популярити или, там, не знаю, помочь другим людям. Взять банальнейшие примеры. Это сеты иконок. Это для свободной скачки есть огромное количество фреймворков дизайнерских. Сейчас мы в британской школе дизайна делаем responsive icons. Отзывчивые иконки. Отзывчивые иконки. То есть, в принципе, того, чего сейчас нет на рынке. И, собственно говоря, это будет open-source. Все. Поэтому тут скорее нужно перейти к вопросу, зачем это нужно дизайнеру в целом. Наверное, банальнейший ответ, то ваши скиллы на вас будут работать хуже, чем ваша популярность. Всегда. То есть, если вы более популярны, знаете, меньше, чем какой-то толковый чувак, который ходит в литье на носки, да, супер умный, вы будете получать больше просто потому, что вы больше популярны и у вас там больше лайков в группе. Поэтому популярность значит гораздо больше, чем скиллы. Увы. Как бы там ни было. Ну, то есть, это правда и действительность. И open-source, в принципе, и какое-то участие в комьюнити помогает вам быть более популярным. Может, я говорю жестко очень сильно, сейчас какую-то правду, да, которая режет глаза, но так и есть, на самом деле. Я вот тоже согласен с сырьей, и я считаю, что нужно делать вклад в open-source, потому что таким образом, если я делаю вклад в open-source, я сам прокачиваю свои скиллы, потому что я понимаю, что еще больше людей пользуются моими работами. И, ну, в общем, как-то меня самого этого развивают. А вот если говорить про какие-то инструменты, которыми вы пользуетесь, там, на большем тельмене, на из пяти тулов, которые, без которых вы не можете жить, из трех можно, раз, да, ты так начал задумываться. Если касательно дизайна, да, только? Да, да, да. Ну, не обязательно дизайна, на стыке может что-то там. Ну, если на стыке, то у меня такая позиция, что дизайнер интерфейса, ну, это приложение не писается, дизайнер интерфейса, он должен верстать хоть на каком-то уровне, хоть на минимальном уровне. Поэтому, исходя из этой мысли, три инструмента, которые использую я в своей работе. Я использую InDesign, Adobe InDesign. Вместо Photoshop перешел на него больше, чем год назад и не скучаю по Photoshop совершенно. Использую текстовый редактор, неважно, какой вы будете использовать, и использую браузер. То есть, это три основных инструмента, которые, в принципе, хватает, чтобы сделать все что угодно. Даже можно InDesign выкинуть оттуда и делать любой сайт очень классным. Если у вас есть браузер, вы можете скачать иконки какие-то или нарисовать в каком-нибудь веб-приложении. И, в принципе, даже текстовый редактор вам уже не нужен, потому что они есть тоже онлайн. Поэтому достаточно одного браузера, чтобы чем-то заниматься. И, соответственно, оплату вы получите тоже благодаря браузеру и электронной почте. Слышно говоря, я тоже хотел сказать, что достаточно одного там браузера. И, в принципе, у меня есть, конечно, Photoshop, у меня есть InDesign. Я иногда открываю, как бы там ни было, приходится. Но, в целом, да, я фактически все делаю в браузере. Сразу в браузере. И про подход тут можно тоже говорить отдельно. Я, наверное, когда-то выступлю тоже на этом митапе. С интересной темой про то, как вот я недавно закончил один большой проект для одной большой компании. Это смешно не звучало. Браузер. Может, без браузера никогда. Какой браузер, в принципе? Я не знаю, но тут, если серьезно подходить, то есть я постоянно пользуюсь, кроме браузера, Браузера. Браузер. Вот. Ну, Photoshop иллюстратор такой, набор джентльмена. И, ну, вот планирую, что удобственно пользоваться вот этой мако, которая выводит. Есть еще, ну, вышло, да, ну, там, глючная сейчас такая, что Google. Вот. И есть альтернатива Adobe, но я не хочу тогда смотреть пока что в эту сторону. То есть как... А, ну, и если брать какое-нибудь прототипирование, то тоже там определенно кто зависит. Забыл название. Забыл название. Вот. То есть, в общем-то, хватает трех кроме браузера. Таких вещей. То есть, для верстки заменять верстку мако, для того чтобы что-то рисовать, вектор, и раз, Photoshop иллюстратор. Все. Ну, и вообще, как бы, можно, конечно, заменить их на что-нибудь, неважно чем, главное как. Вот. Ну, пока такие. Походу, больше всех зависит от браузера, то есть не зависит от браузера. У меня была целая презентация всех тулов, которые я использую, достаточно много. Ну, я тоже использую браузер, тоже использую текстовый редактор. У меня это Subline. Пользуюсь Photoshop, пользуюсь программой Peak Viewer, которая транслирует изображение из Photoshop на iCode или на iPhone, протоцепируя в браузере. Вот и все. Сейчас моя презентация. Интересный тренд все-таки веб-дизайне смещается на стыль технологий, и многие вообще начинают дизайнить в HTML. В самом деле, это возвращается, потому что мы стартовали с этого. Потом мы думали, о, классно, Photoshop, можно делать там блюр. И гифки вернулись к тем, потому что, правда, нельзя делать блюр. Да? Да, потому что все не работает. Ну, вот интересно. И, как бы, есть такая штука — система контроля версий. Для девелоперов, собственно, вещь знакомая, и без нее никуда. А что вы пользуетесь в дизайне для контроля версий? Ну, понятно, что это решается, если вы переносите все в HTML, но если вы, например, работаете в Photoshop, в какой-то реактор, в какой-то педактор. Ну, я быстро. Мы не используем никаких систем специальных, хотя и к порядку. Для дизайнеров хватает сейчас своих там, SVM-гитов и всякой фигни. Мы просто все макеты, все ассеты, все дела все храним в том же репозитории, в котором идет разработка. В общем, хранимся в одном месте на гитхабе и не падимся. Ну, конкретно я. Я, на самом деле, не пользуюсь системой контролей версии, но я файлы, бэкаплю их, скажем так. У меня там система наименований есть, скажем так. Таким образом делаю контролей. Версия 1, версия 1.1, версия 1.2. Типа 1.2.b. Типа все кнопки поменял, 1.2.b. Ну, я тоже, в общем-то, не особо так пользуюсь. Единственное, что меня постраховывает, это Dropbox, в котором ухранятся все бэкаппайлы на исходнике. Если там что-то где-то, то можно какую-то версию откатить. Но обычно это не нужно. Если проект заходит в какую-то версию 1.0.2, то, соответственно, создается соответствующая папочка, и все обновления идут уже в ту сторону. Ну, чтобы такого, что там, вот, кто-то вчера с Мастер-Хонско нарисовал, так посмотрим на нее, а ты сегодня же другой, как планет. Все равно. Все как-то планомерно и… благо каких-то багов дизайна тяжело найти. Понять? У меня вообще просто. У меня эти проблемы нет. А если несколько дизайнеров вместе работают, как вот, знаете, что там другое залило? Сравните, что он там сделал? Как он это движет? Ну, смотрите. Какой-то такой простой пример простого проекта. Он там делится на каких-то упрощенных 3 фазы. очень упрощенных. Это какая-то первая фаза, когда там, если это два дизайнера, они начинают работать, ну, то есть происходит initial commit, да, просто без всякого GitHub и без ничего, то есть ты открываешь пустой документ. Это фаза, когда просто, ну, ищется какое-то направление, по которому дальше пойдет там фаза номер 2, которая называется там условно разработка интерфейса или дизайна. Вот на первой фазе достаточно там использовать Dropbox, создать папку и там один файл вдвоем ковырять или там двадцать файлов, неважно. Когда выбрано какое-то направление, тогда это все дело переходит в GitHub, в репозиторий. И у меня такая как бы мысль, что вот эта фаза номер 2, где вот сидят дизайнеры изолированные от разработчиков, там, от всех и рисуют свои там, свои там кнопки, layout и, короче, все дела, ну, в идеальном мире моем, она должна быть как можно короче. То есть вот фаза вот этих рисовашек, всех там четырехмесячных, например, да, она должна очень быстро проходить за какое-то короткое время и начинать верстаться, собираться, прототипироваться. Мне, например, ужасно, ну, если вы рисуете, да, интерфейсы, то вы знаете, что есть такая проблема, и вас, наверное, некоторых за это пинают, там, фронтенды, что вы не рисуете какие-нибудь ховеры, из-за чего вы забываете, там, какие-нибудь стейты, каких-то элементов. Я жутко не люблю рисовать там стейты в графических редакторах, потому что, ну, как бы, что может быть проще, да, сверстать, а потом все ховеры уже, как бы, в HTML посмотреть, как они будут работать, то есть, ну, вот эти все дела. Поэтому, ну, в идеальном мире вот эта фаза рисовашек, она должна быть как можно короче. И как можно раньше должно начаться партиципирование, сборка. И здесь вот эти знания и умения дизайнера в верстке, да, какие-нибудь примитивные, просто HTML, CSS без всяких там jQuery, короче, все эти ерунды, которые можно оставить там правильным ребятам. Вот это все очень пригодится, потому что не нужно дергать там фронтенды, чтобы сделать ховеры. Не нужно там, ну, может зайти там какие-нибудь media query поковырять, чтобы, как бы, оно там лучше работало или... То есть, вот это очень важно. То есть, не обязательно... Дизайнер должен не достать не обязательно на уровне фронтенды, потому что сейчас у фронтендов, ну, вообще, очень такая... серьезная жизнь пошла последний год. То есть, ну, фронтендов сейчас очень интересная профессия, она куча инструментов каких-то улучшающих в жизни обросла. Вот. Достаточно просто на каком-то минимальном уровне врубаться в это, чтобы можно было зайти и, как минимум, не наговнять его код, как бы, а что-нибудь там чуть-чуть сделать. Вот. Это был не ответ на вопрос. Я просто вас мотивирую... Мотивирую поставить себе текстовый редактор и начать его стать. Это очень интересно. Интереснее, чем Photoshop. Честно. Девелоперы сидят, кому-то расскажут. Слушай, мне теперь петь. А, вот вы вставите, вы все вставите, это CSS или какие-то предпроцессоры для CSS? ЛЕС или еще? ЛЕС Это очень по-разному бывает. У нас, на самом деле, на разные проекты разные команды, они где-то пересекаются. Где-то фронтенд SASS, где-то ЛЕС. То есть, понятно, что предпроцессоры нужно использовать. Это как просто как. Ну, то есть, это не вопрос даже. А какой из них использовать, ну, это как бы там... Это уже абсолютно неважно. Ну, если у человека хватило интереса разобраться, что такое CSS, разобраться в этом можно очень быстро, то я думаю, у него хватит мозгов разобраться, что такое процессоры и вообще как это работает и может быть фронтендом стать, закончив дизайнерскую свою карьеру. То есть, это же не настолько сложно. Фронтенд и CSS — это, ну, там, 3% скиллов фронтенд-разработчика — это, там, CSS, на самом деле. То есть, это, на самом деле, дизайнеру вообще очень легко это все выучить и нужно. И нужно. Да, мне кажется, это, на самом деле, не так сложно. И я думаю, что это неправильные люди, которые понимают CSS, они понимают свои процессы. Ладно, мне на меня, наверное, видятся те, кто запустил вопросы в Facebook, поэтому я буду читать их по гостинку. Какой средний уровень дизайнера в Беларуси? Блиц-опрос. Средний? Средний. Сто. Слышишь? Хорошего дизайнера в Беларуси. Окей. А есть таких, кстати, в Беларуси? Ну, раз говоря, значит, наверное, есть. Средний. Средний. То есть, есть один из которого миллиона? Нет, просто один с соткой. Ну, ты серьезно. Тебя где-то ебывают. Что? С твоей соткой. Я не знаю. Я там вопросик не задавал. Да. Просто три. Просто сто. Серьезный вопрос. Как научиться не распыляться на склон направлений? Хочется всего из разума. Как грамотно расширять свой язык и фокусироваться на хрань? Тебе еще не слабо. Тебе сейчас советует Сергея. Что, нотификации? Да. Да. Я вот… Мой совет. Значит, я сегодня увидел, что Женя постоянно вибрирует телефон. Не знаю, нравится ему вибра или что-то вибрирует. Значит, у меня приходят нотификации из Facebook, из Instagram, конечно же, из ВКонтакте. Как без этого? Mailbox, Gmail. Я не знаю. Мой первый совет – отключите это все нахер. Не фокусируйтесь на работе. Ну и ССС тут бывает что-то чего. Нет, ССС. Так а что там за вопросы? Как фокусироваться и развиваться в правильном направлении? Фокусироваться в течение дня? Нет, вообще в традиционном развитии. Ну не знаю, нужно идти к цели поставленной, то есть вставлять себе цели. Не в этом. Не в этом? Вопрос – как распыляться. Распыляться по направлению. То есть там… У тебя 10 идей возникло, как пойти в том случае дизайна, да? И тебе хочется и все, а вопрос был в том, как вы бросили В целом вопрос, да. В целом, что дизайн – это, в принципе, очень широкое поле. И невозможно быть хорошим во всех направлениях. Невозможно быть хорошим в блога-дизайне, одновременно в веб-дизайне, веб-дизайне и так далее. В общем-то, как правильно выбрать то, что и фокусировать? Да, я наконец-то понял вопрос. Ну, в общем, делать то, что получается. Все, ну, если человек, конечно, одаренный чрезвычайно, да, то есть он там и там и там может, ну, пускай может, но лично мое мнение, профессионал может быть в чем-то, ну, в какой-то узкой сфере. Остальное он должен, может быть, если должен знать, то не обязательно досконально. То есть, если я выбрал для себя веб и мобильный дизайн, то я в этом долгое время, я не ухожу в верстку какую-то, хотя я ее понимаю, там, как поменять кнопочки цвет, это легко, да. Вот, но я туда не углубляюсь просто, вот и все. То есть я делаю то, что я умею. Ничего не умею. Вот лого рисовать не умею, иконки умею. Вот. Ну, делаю то, что получается. То есть, ну, и, наверное, не больше трех всяких направлений нужно для себя выбирать, потому что это уже дальше распадение идет. Я не могу согласиться. Вот эту фразу я услышал в детстве, что можно быть любителем во многих сферах, либо профессионалом в одной. Я всю жизнь злился на этого человека, который это сказал. Очень жутко злился. Эта злость мне не давала покоя, и я никогда не останавливался все, что мне было интересно, и занимался тем, что мне было интересно. Ну, собственно говоря, вот что из этого получилось? Получилось что-то странное, да? Тем не менее, я считаю, что нет ни моей работы. То есть я думаю, что многим из твоей команды это знакомо. То есть я считаю, что по такому принципу нужно жить. Что нет ни моей работы в целом. То есть если вы можете это сделать, то есть у всех есть голова, у всех есть мозги, у всех есть доступ к информации. Иногда не хватает времени. Иногда можно сделать глушит из-за недостатка времени или для каких-то других ресурсов. Собственно говоря, нужно работать скорее в этом направлении, нежели в направлении какой-то одной сферы и выбирать себе какую-то там, не знаю, я буду рисовать только кнопки в веб-дизайне, да, потому что я умею рисовать тут-то кнопки. Я понимаю, но я утерирую для того, чтобы все создали как-то все плачевно. В общем, ситуация следующая. Вам нужно научиться менеджерить свое время и свою энергию. И начать с этого, а не выбирать сферу, в которой вы хотите сфокусироваться. Если вам что-то нравится, то jump in и начинайте это делать просто. Научитесь сначала более лолого вещам, как я уже сказал. То есть управлять своим временем, своей энергией, ну и способностями в будущем. Суперспособность. Ну и факт, что вам будет все получать, все суперкруто. Ну удовольствие получать. Не, ну удовольствие, конечно. Я ожидал твоего вопроса. Главный тренд прошлого года это плат-дизайн. Поэтому, каким вы видите будущее веб-дизайна и есть ли вообще реализм, и вернется на этот путь еще на правду. насчет реализма, я понимаю, это имеется в виду с кивоморфизм. Ну, учитывая, что мы опять вернулись в браузер, учитывая, что опять вернулись в гифки, то наверняка вернется... Тренд-гифки. 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 Что он сказал? Был флет, сейчас опять возвращаются градиенты, чуть-чуть в другой политике, но где-то возвращаются. точно так же, я думаю, вернется и с кивоморфизм в каком-то виде. Какой бы следующий тренд сложно сказать? Что будет дальше? Ну, сейчас вот так получилось, что Apple... Как я считаю, Apple задала новый тренд, сделав эти вот кислотные градиенты. Сообщество это приняло и чуть-чуть изменила, скажем так, но как я заметил, что становится новый тренд, это не такие кислотные, как у Apple, но градиенты яркие, с яркими цветами. Ну, я думаю, что сейчас после Flat будет такой тренд. Я? Я скажу, что наконец-то все начали понимать, что на самом деле не бренд или там какой-то стиль, который сейчас самое крутое, это самое важное. Мы приходим опять к тому, что самое важное – это контент. И учитывая, что мы будем жить в Uber Multi-Device мире, в будущем, где у нас появятся круглые часы, на которых тоже будет браузер. И теперь представьте, как круто будет делать дизайн круглых часов, которые должны открываться и там, и еще и в браузере на всех девайсах и так далее. Приходим к тому, что самое важное – это контент и подача контента. То есть, в принципе, Flat и шаг в сторону Flat от скеоморфизма показал то, что мы движемся по направлению к тому, что останется в целом только контент плюс-минус. Это мое мнение. Мы считывая, что часа и прочее, то есть это адаптивность. Конечно. Есть в чем-то? Есть. Сколько вы успеете? К тебе персональный вопрос? У тебя, в принципе, довольно большой опыт в полиграфии, в типографике и все. Это влияет как-то на то, что ты делаешь? И помогает ли это, не помешает ли это? Да, это вопрос, который связан с предыдущим вопросом по поводу, как не распыляться. Илья забрал микрофон. Я хотел сказать, что нужно распыляться. Не надо себя ограничивать и не распыляться. Нужно распыляться и делать все, что нравится. Нравится продавать айфоны, тут же бросать браузер в Саташоп и идти продавать айфоны. На самом деле ничего плохого. Есть миллион профессий, а дизайнер – это лишь одна из профессий, один из способов денег заработать. Прожить жизнь. Поэтому я распылялся всю жизнь. Прожечь. Конкретно. Да, прожечь. Я распылялся на все на свете, поэтому, скорее всего, ничего не умею делать на 100%. Хорошо по сравнению с другими. И, например, на моем примере, куда я распылялся, мы занимались какое-то время, когда это было тренде и все такое, издавали для айпада пару журналов и в какой-то момент нам предложили просто… У нас такая условно виртуальная студия, виртуальная команда, несколько человек, я работаю не один, и нам предложили взяться за бумажную версию журнала. Мы сказали, вот за факт, чуваки, какая бумажная версия журнала, тут вот айпад вышел полгода назад, такое журнал. Я не читаю журналы. Но как-то нас так или убедили, или не знаю, но меня заинтриговало предложение. И, в общем, я нырнул в эти журналы бумажные на два почти года. То есть нырнул я, потянул в этот омут за собой ребят, которые со мной работали. Мы стали делать журналы. Это было очень весело. Я прокачался в каких-то там типографиках, в каких-то там сетках, которые тогда еще не очень в веб-дизайне как бы были. Ну, то есть там сетки в журналах были и в печатном дизайне там 40 лет назад, а в веб-дизайне там 5 лет назад появились, может, меньше. Вот. И, в общем, я в это нырнул, получил огромнейшее удовольствие, похерил там эти два года в плане там веб-дизайна, еще чего-то. Я не жалею, потому что это, например, меня лично привело к какой-то идее, ну, я поработал, это привело к идее моего стартапа, который мы еще не запустили, мы очень долго, тяжело его запускаем, но тем не менее это результат этого нырка в какой-то чужую, скажем, в чужую сферу. Мы посмотрели, что да, там круто, там журналы, там миллион интересных штук, но там чего-то не хватает для работы, например. Мы решили делать проект, который будет помогать этим людям для работы. И если бы не было этого распыления, если бы я продолжал рисовать сайты и приложения, ну, как бы, вряд ли бы это получилось и, как бы, вряд ли бы, это не факт, что получится, но, по крайней мере, не было бы даже попытки. Вот. Распыляться нужно абсолютно на все, просто, ну, как бы, отдавать какой-то себе отчет, что тебе больше нравится. Я думаю, если сложно отдавать отчет, проще смотреть по инкаму. Сколько, если тебе не платят ничего, если ты нырнул в 3D, но тебе за это никто ничего не платит, а ты пытаешься коммерческое 3D какое-то делать, да, например. Ну, тогда, как бы, занимайся этим как копией. Если тебе платят за иконки, делай иконки. То есть, а 3D оставь себе на вечер. Вот. Вот и все. Самое интересное, что никогда нельзя знать, что вы можете принести для себя, как профессионалы, из другой сферы. Если вы начнете заниматься чем-то другим, вы можете понять сущность вещей, которые работают там, и перенести их в то профессиональное русло, на котором вы работаете. Да, фишка в том, что эти сферы очень часто не пересекаются, люди изолированы в этих сферах, тусуются, и это, ну, как бы, неправильно. Могу дополнить. Вспомнил, я, ну, буквально на прошлой встрече, я сказал такой праздник, вчера, ну, я сказал, что я, типа, я там лажу, смотрю тренды, там, вся фигня это. Она говорит, ищи вдохновение в других сферах. Ну, то есть, это, наверное, к тому же. Ищи вдохновение, потому что залезешь в какую-то другую деб... Другие дебри, там, мозг вобьется, что они все, и ты в своей сфере сделаешь какую-то, как бы, возможную революцию. Давайте откроем вопросы из зала. Все закончилось? Нет, нет, у меня много их, но, может быть, кто-то хочет узнать специфическое. Нет, в фейсбуке есть вопросы, но они слишком специфики. Поэтому открываем вопросы из зала. Нет. Можно, поставить ответ. Может, походу, задай. Все, я знаю, есть. А, есть. Ребят, привет. Привет. Привет, привет. У меня такой вопрос, наверное, ко всем, и участники дизайнера, наверное, в большей мере. Вот могли бы вы ответить, что для вас хороший интерфейс? Вот такой вот вопрос на соц.морке. У меня он был. Есть какой-то стандартный ответ на этот вопрос? Хороший интерфейс, отсутствие интерфейса. То есть интерфейс вообще, я не хочу определения давать, но интерфейс это не картинка, а взаимодействие чего-то с чем-то, правильно я говорю? Я без высшего образования, поэтому я могу ошибаться. И этот интерфейс, вот этот коннект между человеком и айфоном, между собакой и дизайном пластиковой тарелки для корма, он должен быть как можно более прозрачным, правильно? Ну, вот и все. Хороший интерфейс должен быть незаметным. И флэт, конечно. Так как получается, что все мои знакомые UX-специалисты, они не имеют никакого отношения к дизайну. То есть они вообще не умеют рисовать, они даже фотошопом могут за ними использоваться. И обратная ситуация, что UI-специалисты мало знакомы с UX. Я считаю, что лучший дизайн сделает человек, который хорошо понимает и UX, и UI. То есть мало того, что интерфейс должен быть удобным и понятным. То есть он должен хорошо выглядеть. То есть я не с ним согласен с тем, что хороший интерфейс – это полное отсутствие интерфейса. У меня интересный вопрос. Вопрос есть встречный. Вот восприятие цвета, то есть человек воспринимает цвет – это по сути экспириенс. Это относить к UI или к UX? То есть изначально, допустим, выбрать цвет, а это QX отношение к UX? Ну а думай. То есть, по сути, я прихожу сейчас к тому, что интерфейс, по сути, вообще, в принципе, перестает существовать. Интерфейс – это просто оболочка, да? То есть самое важное – это то, что мы чувствуем в процессе взаимодействия. То, что говорил Тарас, перепутал, в общем-то, их слова, наверное, поздно, да? Да, хватит. Вот. Я тоже хочу. Собственно говоря, самое важное – это юзер-экспириенс, который, в принципе, мы получаем в процессе взаимодействия. Не обязательно это может быть юзер-экспириенс с веб-сайтом в целом. То есть это может быть юзер-экспириенс, который мы получаем, когда нам отвечают – «Да, шел ты в жопу в техподдержке через сайт». Это будет юзер-экспириенс работы с сайтом. Грубо говоря, представляете, на каких уровнях это все зарыто? Собака в целом. То есть я к этому, что, в принципе, мы имеем в виду, что интерфейсы в целом подходят, уже UI в целом подходят на второй план, нежели чем юзер-экспириенс, как… То есть пиксели вообще не важны? So, so. Да. Важно, как ты их ощущаешь. Еще, может, вопросы какие-нибудь есть? Мы ответили на вопросы? Да, да. Нет, спасибо. Кто-то задавал. Софтекс показывает, да. Ну окей, такой общий вопрос. В общем-то, движение вообще в целом всего этого направления, оно смещается даже не в сферу каких-то визуальных вещей, не в сферу картинки в браузере, а в сферу, наверное, взаимодействия с устройствами, нежели чем в браузере с сайтами и так далее. Как вы думаете, что дальше? Ну, то есть, смотрите, вы сейчас сидите, рисуете в фотошопе, но тренд идет дальше. То есть, дальше часы. То есть, это вот про то, что Илья говорил о восприятии информации с разных устройств. А как вы думаете, что дальше будет? Как мы дальше будем воспринимать эту информацию? Что мы дальше будем делать с точки зрения нежели? А дальше будет голый контент, то, о чем говорил Илья. Есть контент, есть два, там, три ключевых тега, да. Есть имидж, есть параграф текст, есть гиперссылка. Три ключевые какие-то, ну может быть еще кто-то есть, но это три ключевые вещи, которые там появились тогда, когда веб вообще появился. Сейчас, к большому счастью, все возвращается назад. То есть, есть вот эти три тега и все, больше в жизни, в принципе, ничего не надо. Если взять какой-нибудь сайт, сделанный по стандартам 20 лет назад, то он откроется одинаково прекрасно на Oculus Rift и на круглых часах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...